Всем привет! Компания OEMZAP. У нас Solaris. Смотрите, если вы думаете, вот это плохие диски, ну на самом деле они плохие, ну, как говорится, видно, что они вот сгнили, вот это все отваливается, это ржавчина. Здесь у них перегретое состояние, но нет. Пойдемте мы вам покажем, что такое плохие диски. Вот. Не знаю, камера передает вам это или нет, но это просто P. И, смотрите, здесь что-то у нас с суппортом. Толщина. Видно, Влада, сколько? Пойдемте вот на ту сторону. Он тоже в плачевном состоянии, но здесь хоть толщина побольше, по сравнению с той стороны, там что-то с суппортом 100%. Ну, сейчас мы это, естественно... Ело диск, в общем, да? Да, мы сейчас будем разбирать и, ну, смотреть все механизмы, направляшки, суппорта, в каком состоянии, все это обслуживать, смазывать и менять на новое. А владелец приехал. Владелец приехал, потому что он услышал вот это. Ну, там тут тупо, вот видите, стружка, это вот пыль, стружка тут трет, тут вот он, поршенек, он вылез. Сейчас это все будем разбирать, смотреть. Начнем с переда. Как правило, у этих машин направляшки не закисают. А вот суппорта могут. Вот направляшка. А, хрен там. Вытащим поршенек, посмотрим, что под ним, в каком состоянии, чтобы понимать, что именно с суппортом у нас. Приподнимем пыльничек. Там у нас все идеально, чистенько, видите. Ни пыли, ни рушавчины, все есть. Вставляем обратно. Этот у нас супер целый. Он мягко заходит, ну, потому что у нас там под поршень чистенький, все хорошо. А как уж потом и периодичность обслуживания вообще тормозных механизмов? Когда меняете колодки, все это смотрится, смазывается. Этого вполне достаточно на этой машине, потому что здесь нет проблем. А колодки в среднем тысячи похожи? Да, в основном где-то 40 плюс-минус. Но все в зависимости от езды, кто как ездит. Тут трудно сказать именно. У одного человека могут они пройти 1060-80, у другого 10. Тут все зависит от злодителя. Если взять золотую середину, то это где-то 40-50. Кто спокойно ездит. Сейчас попытаемся вытащить направляшку. Посмотрим, целая или не целая. Направляшка целая. Это сейчас мы все почистим, естественно. Все смажем. Пыльнички у нас все целые. Потому что колодки их меняли, но смысла не было ставить на эти диски колодки. Просто человек потратил денежку на новые колодки просто так. Так, снимаем диск. Чистим посадочное место. Так, ну что, берем новый диск. Владелец привез свои колодки и диски. Это у нас, по-моему, задние. Это наши задние диски. Вот наши... Наши передние диски. Берем диск. Ставим. Оп. Так. Так, с диском у нас здесь все. Теперь переходим к колодочкам, к направляющим. Сейчас берем это мы все чистим. Это все почистим. Здесь сейчас тоже посадочное почистим. Все смазываем. Сейчас все покажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чук-чук. И все должно ручками. Много. Вот так оно должно ходить. Все. Так, берем колодочки. Колодочки все ходят легко. И теперь ставим все это обратно. Ставим суппорт обратно. Контрольный. Проверяем скобу. Закрутили. Закрутили. Суппорт. Закрутили. Закрутили. Вот все двигается. Здесь одна сторона есть. И теперь то же самое делаем с правой стороны. Так. Закрутили. В общем, все штырем. Ну, как. На той стороне, да, то же самое. Но что-то с левым суппортом не так. Потому что он диск стер. Так. Ну что? Тише, да, у вас? Переходим к самому. Печальному диску и суппорту. Сейчас посмотрим, что с ним. Ручник у нас работает. Отпускает все четко. Шланги тормозные у нас тоже не надутые, не потресканные. Тоже нормально. Мы тут еще, как после этой процедуры, еще и тормозуху будем видеть. Владелец хочет еще и тормозуху помять. Так. Вот он наш суппорт. Вот наша колодка, которая... Она бы убежала, если бы не пищалка. Ну, просто... Видно, да, Владос? Да. Она. Вот. Она проваливается в щель. Так. Просто какие-то люди у нас берут, мажут суппорта изнутри. И поэтому там чего-то, точнее, кто-то разбухло. Не надо туда ничем не заливать, ничего. Если он закис, просто меняйте пыльники. Видно? А? Да, да. Так что... Вот этот нам суппорт надо перебирать. Прикручиваем его аккуратненько. Все. Вот он выпал. Видите, вот это... Сюда что-то залили или намазали что-то, что манжет стал сильно плотный. Тормозуха потек. И за счет этого его подкусывало. А пыльничек сейчас покажем, где порванный. Не знаю, видно, Владос, или нет. Да, да, да. Пыльничек. Сейчас меняем их внутренний манжетик. Ну, мы меняем манжет и пыльник. Сейчас, 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 вот он, сейчас. Ну да, вот он. Они, честно вам скажу, дубовые, а этот разбухший. Что это, сука ты? Он новый вот такой, а видите, ну и вот его чем-то смазали. За счет этого он разбух. На самом деле, все дело в мастере. Вот смотрите, как это все руками, как делается. Сейчас как не пойдет, Эва, я буду сменяться. Если ты сейчас растянешь специально ее в больше положенного, то так и будет. Ну, а то ты себя хвалишь. Я буду попадать. Я просто, в общем, у меня, я многодетный отец. Да я понял, что ты двумя пальцами попадал. А что-то детей много. Странная херня, блядь. А теперь нам надо аккуратненько его сразу наживить на резьбу, потому что это внутри ручник. О, попал. Видно, Владос заходит вот так? Значит, мы попали. Ну, вы попали, я попал, а вы попали. Спасибо, Анатолий. А? Спасибо. Езжай отсюда тебе. Новый поршень. Теперь это ставим туда. Естественно, прокачиваем. Ну, и мы все равно тормозуху меняем еще. Ну что? Как я уже говорил, уже прикручиваем шланг, ставим тросик, прокачиваем. И, в принципе, у нас здесь все. Думаю, дураку уже понятно, что как дальше делать. Так что приезжайте к нам, любите свои автомобили, обслуживайте их вовремя, чтобы не было эксцессов. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok